Ну так, дорогие друзья, дорогие коллеги, господа, как это принято было говорить в российских императорских университетах. Мы сегодня с вами будем обсуждать тему, которая на самом деле и сложная, и очень простая. Тема изначально была как-то сформулирована так, что может служить предметом и темой исследования, которые можно продолжать многие-многие годы. Речь идет о генерисе образования в России и информационных процессах общества. Вот, с одной стороны, наша страна — это огромная держава, которая простирается от Балтийского моря до Тихого океана, и от Ледовитого, Северного Ледовитого океана до Пламенной Калхиды, как сказал великий русский поэт. Это страна, в которой живет много народов, живет много конфессий одновременно, и в которой система образования существует, наверное, несколько тысячелетий. Ну, в той или иной форме. Но мы начнем с вами рассмотрение довольно узкого промежутка времени. Промежутка, начиная с конца XVIII века до начала XX века. И попытаемся сопоставить то, как развивалась система образования в нашей стране, и сопоставить это с тем, как развивались информационные процессы. Ну, я чуть позже определю, что такое информационные процессы, как они связаны. Ну, а вот на первом слайде название нашей лекции «Моя почта», по которой можно задать вопросы, если у вас они возникнут после нашей с вами встречи. Конечно же, это можно сделать устно во время пребывания на занятиях в университете. Почему я занялся этой темой? Темой, которая далека от математики. Ну, первая моя степень — это... И учился я по прикладной математике. Первая степень — это кандидат физико-математических наук. Вторая степень — связанная с программированием. Мне хотелось, ну, всегда как-то стараешься обращаться к тому, ну, к своим корням. Может быть, это признак некоторого, так сказать, взросления человека. У вас это тоже появится. К истории своей семьи, ну, вот я приведу один маленький эпизод. Когда я учился на третьем курсе института, мне удалось встретиться и поговорить с теткой своей, старшей сестрой моего отца. Ей тогда было уже под 80 лет. Ну, и так сложилось, что это был единственный разговор между нами. Так получилось, что моя тетя жила в другом городе, ну, практически по-разному. Жили они вместе со своим мужем в разных городах страны, а я жил вот в другом городе. И вот был один разговор. Вы знаете, я обнаружил с удивлением, что человек, который закончил Мариинскую гимназию в Казани, это женская гимназия, и получился три курса в университете, а в университете до революции языком не учили, говорил на английском, французском, немецком, греческом и латыни. Вы кто из выпускников средней школы, советской школы или российской школы, может похвастаться такими знаниями? Мне это как-то, так сказать, отпечатывалось в голову главным образом, потому что Мария Ивановна мне сказала, тетя Мария, что Сереженька, нужно учить языки. Но вот потом, уже лет через, наверное, 45, когда я руководил диссертацией, посвященной информационным технологиям, изучению языков, мне этот эпизод вспомнился. Второе, ну, мне так как-то в жизни сложилось, что у меня всегда прерывали интерес к истории, к истории своей страны, и мне кажется, что было бы очень интересно проследить эту историю на примере истории образования. Как я уже сказал, мы ограничимся периодом двух веков, конец 18-го, начало 20-го века. Второе, описание процессов зарождения и развития информационной среды. Именно образование, система образования создает информационную среду. Чуть позже мы определим, что такое информационная среда. Оказывается, это понятие восходит очень достаточно серьезным таким философом. Ну, и вот основные цели и причины проведения этой лекции. Понятие среды. Оказывается, понятие среды, меть но, по-французски, появилось где-то в середине 18-го века и связано с именем такого философа, как Шарль Монтехске, который определил нечто, влияющее, как нечто из природы, влияющее на общество. Ну и, соответственно, информационная среда понимается как совокупность информационных условий существования субъекта. То есть, весь тот набор информационных правил, информационных взаимодействий между отдельными субъектами, которые определяют положение этого субъекта в обществе, в мире, в природе, в истории и так далее. Ну, начнем сначала с системы образования. Я уже говорил о том, что история образования в нашей стране имеет несколько тысячелетий, а мы остановимся на реформах, на трех реформах системы образования в императорской России. Их всего было три, проводило их три императора. Екатерина Великая, Александр Первый, благословенный, как его назвали, Александр Второй Освободитель. Вот причины проведения первой из этих реформ и, наверное, самой главной реформы, потому что она заложила краеугольный камень в развитии информационной среды. Несколько. Ну, во-первых, это необходимость единой системы образования по всей стране. Уже к концу XVIII века страна огромная, и страна, примерно, в тех же размерах, как и сейчас, от Балтийского моря до Тихого океана. И, наверное, нужно, чтобы люди имели возможность перемещаться из одного конца страны в другую и понимать друг друга, понимать не только на уровне языка, но на уровне каких-то смысловых, так сказать, семантических отношений. Нельзя сказать, что Петром Великим, когда начались реформы, да и раньше того, при Алексею Михайловиче, при предыдущих царях, была создана некая система образования, в частности, существовала система религиозного образования. Были некие школы, в которых учили священников, где учили, это в основном было при монастырях, учили врачеванию. Это, в общем, факт непреложный. Но это была узкая такая система, направленная на подготовку религиозных деятелей. При Петре Великом создается система военных школ, и появляется военное образование, кадетские корпуса, академии там и так далее. Вторая причина, третья причина проведения реформ, это развитие промышленности, торговли и объемов информации, которые необходимо было учитывать. Ну и, наконец, формирование и развитие информационных процессов. Это мы сейчас говорим, что у нас информационное общество. Но тогда тоже существовало общество, которое тоже требовалось обмен информацией. Вот начало реформ по реформе связано с именами двух людей. Это Франц Улиев, Феодор Эпинус и Феодор Иванович Федор Иванович Янкович де Мариева. Первый немец, человек, который приехал в Россию по приглашению Академии с тем, чтобы участвовать в научных исследованиях Академии. И у него есть еще одно качество. Вот если вы видели фильмы про Ломоносова или читали что-нибудь про Ломоносова, так вот, академик, здесь в лазерной указке работает, академик Эпинус — это главный враг Ломоносова. Обратите внимание, это главный его оппонент и постоянный актер. Вот именно в него Ломоносов бросал табуретки там и так дальше. А Федор Иванович Янкович де Мариева — это сербский дворянин, который был специально приглашен в Россию. Я объясню, почему. Дело в том, что вот Эпинус обратился к императрице с нижайшим посланием, или, как сейчас бы сказали, служебной запиской, с предложением создать систему нерелигиозных учебных заведений, систему, которая охватывала бы всю страну. Ну и для того, чтобы реализовать эту систему, потребовался какой-то человек, который бы мог, с одной стороны, организовать эту работу, а с другой стороны, был бы не чужд обществу, русскому обществу XVIII века. А это общество религиозное, там есть своя специфика, это православные люди в большинстве своем. Стало быть, и работают, и должны возглавлять православные. Так вот такой человек нашелся, оказался в Австрии, в Австро-Венгрии, в Австро-Венгерской империи. Работал сербский дворянин, предки которого, как казалось, воевали еще в XIII веке в Косово. И он получил, естественно, австрийское дворянство, но он оставался православным. И вот он был приглашен на организацию работы по созданию вот таких систем, такой системы образования. То есть он оказался православным, он оказался знаком с западным, австрийским опытом по созданию школ. Ну и Инковичу Дамариеву принадлежит очень много интересных вещей. Ну, например, знаете, кто придумал слово «училище»? Это место, где учат. Это Инкович Дамариеву. Человек, который настолько... Ну, сербский очень похож на русский. И тогдашний сербский еще более похож на тогдашний русский. И вот придумать слово, народное училище. Вот этот приоритет этого слова принадлежит Янковичу Дамариеву. Ну вот, начало реформ, потребность в образованных людях. Михаил Ломоносов и Франц Ипинус. Мы с вами уже говорили о двух этих людях. Попробуйте поискать в литературе, посмотреть коллизии, которые возникали между Ломоносовым и Ипинусом. И на самом деле вы обнаружите, что Ломоносов был такой человек, как описывается, импульсивный, человек, который всегда очень остро реагировал на всякое сопротивление. А Ипинус был такой педантичный, как мы говорим по-немецки педантичным, человеком и пытался все расставить по полочкам. В конечном счете оказывалось, что Ипинус прав, а Ломоносов признавал свои ошибки. Но признать свою ошибку это тоже очень важно. Так вот, было предложено создать систему народных училищ. Ну, давайте немножко остановимся на этой системе. Я подчеркиваю, что это система. И это первая система народного образования в мире. Система, которая охватывает громадные территории нашей страны. Ну, достаточно сказать, что самое восточное расположение училища, они были в крупных, достаточно крупных по тем временам городах, это Тобольск. А самая западная, ну, западная граница России, это Смоленск. И, по-моему, ну, в общем, западная граница. В Петербурге было создано народное училище. И особенно интересно, вот, что преподавалось в тех училищах. Было четыре предмета. Арифметика, ну, в современном понимании, это математика, это наука о числах, о том, как нужно складывать, как нужно вычислять. Ну, вот, утром мне довелось посмотреть учебник народного училища, и там рассказывалось, как вычислить дату Пасхи, например. Согласитесь, что для человека 18 века, глубоко религиозного человека, это очень важная информация. Был предмет, который назывался русский язык. В этом предмете рассказал о грамматике русского языка. Учили правильно писать, читать книги. Был предмет, который назывался иностранный язык. Иностранный язык, причем разный. Вот если говорить про Тобольское училище, то в Тобольском училище изучали, не поверите, какой язык, татарский. Потому что восток империи — это казахи, ну, предки казахов. Это киргызы, как они там, кара-киргызы. Это активное общение между разными людьми. И человек, который живет в Сибири, должен был знать татарский язык. Ну, тюркский язык какой-то его делик. Человек, который живет на востоке или севере, он общается с другими иностранцами. А какие наши западные границы с кем? Польша — значит, польский язык, Германия — немецкий язык, Англия — английский язык. Ну и четвертый предмет, естественно, это богословие, или как тогда называлось закон Божий. Вот законом Божиим было все строгое. Это было обязательно православие. Ну, страна православная. Но впервые создана система, которая покрывает всю страну. Система, которой более-менее одинаковые стандарты предъявляются. Специально готовились учителя. Причем, мотивация к работе учителя была очень высокой. Я приведу один факт. Я довольно много посмотрел литературы, различных исследований по народным училищам. И советские исследователи очень критично относились к личности учителя тогдашнего, в частности, его социальному и экономическому положению. Давайте сопоставим факт. Фраза из одной книжки советского периода, где-то 60-х годов. Там сказано, учитель народного училища получал мало. Всего лишь 15 рублей в месяц. Обратите внимание, это конец 18 века. Стоимость коровы на московском базаре 3 рубля за корову. Я не знаю, сколько стоит коровы сейчас в Москве, но я знаю, что в Тверской губернии она стоит от 25 до 40 тысяч. Попробуйте умножить на 5 эту цену. Это будет зарплата учителя, который жил плохо. Так значит, сколько нужно было денег, чтобы жить хорошо, и сколько нужно денег, чтобы жить хорошо. хорошо. Это первый этап реформы. Тогда же появился и первый, примерно тогда, чуть раньше, может быть, появился первый университет. На самом деле, он второй университет, потому что первый университет был академическим университетом в Санкт-Петербурге, а второй университет московский, но он первый императорский. второй университет. Вторая реформа – это реформа Александра Первого Благословенного. И в соответствии с этой реформой создаются университеты в Санкт-Петербурге, Казани, Харькове и Дерпте. Дерпт это был тогда переименован Юрьев, это сейчас он называется Дерпт. Помните, как в Эстонии город самый старый университет в Эстонии? Не Таллинский, в Таллине вообще нет университета, а ну вот тогда он назывался Дерпт. Ну, до этого уже существовали две гимназии в Казани и Москве. Это вот работа, которая тоже была связана с деятельностью Екатерины Великой и Елизаветы. вот таким образом появляется первая система университетов. Ну, а следующий этап реформ, это третья реформа Александра Второго. Это создание единой системы гимназии, которая покрывает всю страну. и среднее образование появилось, вот если начальное училище, народное училище это нечто народное, начальное образование, то создается классическое и реальное образование, классическое покрыто гимназиями, ну, о качестве преподавания в гимназиях я привел пример своей тетки, а реальное образование это реальная система реальных училищ, которые готовят к поступлению не в университет, а в так называемые технические учебные заведения, например, императорское техническое училище, это Бауманский, то, что называется Бауманский технический университет, или институт путей сообщения. Это было техническое образование, для того, чтобы его получить, достаточно было закончить реальное училище. Второе, доступность разным слоям общества. На самом деле, дискриминация по имуществу при поступлении в учебные заведения в Российской империи отсутствовала. Это один из мифов, который создан большевиками. Образование для разных народов. Здесь можно провести массу примеров, начиная от личности Владимира Ленина, дед, которого закончил гимназию, отец, которого закончил гимназию и Казанский университет и получил личное потомственное дворянство. Можно привести пример Алтынсарина. Это известный первоучитель казахский, который, оставаясь мусульманином, закончил университет и стал смотрителем народных училищ Тургайской степи. Это север и запад Казахстана. Это генеральская должность и, соответственно, личное потомственное дворянство. Образование для мужчин и женщин впервые в мире создается единая система гимназии, в которой могут учиться и юноши и девушки. И, наконец, самое главное образование по всей стране, по всей огромной стране. В каждом губернском городе существовала гимназия, как женская, так и мужская, но в некоторых случаях прогимназии, в основном это в уездных центрах. Одна из проблем, которая нас с вами касается, фраза, которая мне очень нравится. И всякий раз, когда говорят о необходимости развития содержания образования, о развитии методик, я вспоминаю фразу Медельева. Так как вся польза для страны распространения желаемого среднего образования, это 1860-е годы, определяется учителем, то в заботах о подъеме нашего среднего образования начинать нужно отнюдь не с программ, а с подготовки надлежащих учительских кадров. Вот так говорил Дмитрий Иванович Меделеев. А вот министр образования или министр просвещения, это сейчас образование, а тогда было просвещение, то же слово, которое, на мой взгляд, более адекватно нашему национальному менталитету, тоже говорит о проблемах. Проблема состоит в том, что классическое образование не воспринималось обществом. И одно из важных аспектов развития системы образования это необходимость какого-то, так сказать, приближения к народу вот этого классического образования. А может быть, надо было наоборот поднимать народ до уровня классического образования. В результате реформ вот данные статистики 2013 года. Бюджет народного просвещения в России достиг колоссальной цифры. Одна, вторая миллиарда рублей золотом. Первоначальное обучение было бесплатно, в 1908 году он сделался обязательным. То есть в перспективе в 1921 году, если бы не было революции и гражданской войны, если бы не было первой мировой войны, то вся страна была бы абсолютно поголовно грамотными людьми. То есть то, чего в результате революции мы достигли к началу 30-х годов, могло бы осуществиться на 10 лет раньше. Число учебных заведений превысило 130 тысяч по всей стране. Я знаю, что сейчас в России 89 тысяч школ, если их там еще как-то не оптимизировать. и по количеству женщин, учащихся в высших учебных заведениях России, Россия занимала в начале 20-го века первое место в мире. Больше всего образованных людей, больше всего образованных женщин было в России. Наверное, потому они такие красивые. Результатами реформ являются такие достижения, о которых нельзя не сказать и которые постоянно замалчиваются. Вот я в одной из книжек, по-моему, эта книжка называется «Чудеса России», ее написал теперешний министр культуры Мединский. Вот сказано было, мы всегда принято говорить о России плохо, а на самом деле о России можно и нужно говорить хорошо. Первое самая длинная железная дорога от Санкт-Петербурга до Владивостока. Просто физически длиннее придумать такую дорогу невозможно. Просто нет ни одного участка земной суши, где бы железная дорога была так необходима и была так быстро построена. Больше того, если вы ее то, что сейчас называется бизнес-план, если попытаться этот бизнес-план проанализировать с современной точки зрения, так вот оказалось, что когда дорога была еще не достроена, она уже начала приносить прибыль. То есть перевозка товаров, стоимость вот этой перевозки покрывала все расходы и на прошедшее строительство, и на будущее. Потому что Сибирь была совершенно огромным, неохватным источником различных товаров, товаров, в которых осуществлялся огромный спрос и в Европе, и в других странах, и в центральной части России. Аэропланы и геликоптеры Сикорского. Вы знаете, это я про Сикорского узнал в 9 лет. Мне досталась тогда книжка, называется книжка про авиаконструктора, записки авиаконструктора. Яковлев был такой, вы знаете, вот самолет и як. Вот он написал книжку, и вот там впервые была, я увидел фотографию Ильи Муромца. Это был первый в мире четырехмоторный самолет. Ну, можно много говорить о тех технических решениях, которые позволили с минимальными мощностями двигателя обеспечить полет такого аэроплана, который даже на первоначальных этапах поднимал на порядок больше, большую груз, чем все остальные его конкуренты. Геликоптеры Сикорского, да, они были изобретены в Америке, но первый геликоптер был сделан им в Киеве, в доме Ярославов Валдон-15. И когда в сороковых годах Сикорского спросили, как вы оцениваете создание геликоптеров, Сикорский ответил такой фразой, я считаю, что геликоптер суть русское изобретение. Это тогдашнее произношение начала века, фраза начала XX века характеризует это изобретение. Автомобили Руссо-Балта. В тиражах тех автомобилей в 13-м году превосходил тиражи автомобилей Форд. Телевизор Розенко из Ворыкина. Кому из вас известно фамилия Розенко. Между тем, это человек профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, института, как так называли. Это человек, который изобрел иконоскоп. То есть такое устройство, с помощью которого можно было осуществлять запись, преобразование фото сигнала в электрический импульс. Это возможность создания электронной лучевой трубки. Азварыкин это его ученик, который был вынужден эмигрировать из России после войны гражданской, во время гражданской войны и создал в Америке корпорацию ACA, Radio Corporation of America, корпорация, которая создала телевидение. Но обращаю ваше внимание, что все и Сикорский, и Заварыкин, и Розинг учились в гимназиях и университетах.